МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В минувшую среду председатель Следственного комитета России провел во Владимире оперативное совещание с руководителями следственных управлений Центрального федерального округа. После подведения итогов работы Александр Бастрыкин заслушал руководителей региональных подразделений и потребовал объяснить низкие показатели по отдельным направлениям деятельности. По результатам совещания был принят ряд управленческих решений, в том числе о наказании руководителей. Также в рамках визита во Владимирскую область Александр Бастрыкин посетил Муромский дом ребенка. Ведомство шефствует над учреждением уже почти 10 лет. Председатель осмотрел условия, в которых живут воспитанники, вручил им подарки, а также пообщался с сотрудниками. В четверг на Поклонной горе состоялось торжественное вручение дипломов, погон и служебных удостоверений первым выпускникам Московской академии Следственного комитета России. Стены вуза покинули 23 магистра, которые уже пополнили ряды сотрудников ведомства. Все выпускники назначены на должности в следственных управлениях СК России в различных регионах страны. Передано в суд уголовное дело по обвинению жителя Севастополя в жестоком убийстве таксиста. По версии следствия, мужчина вызвал такси, ударил водителя ножом в грудь и похитил у него 120 тысяч рублей. Затем погрузил тело в машину, выехал за пределы Севастополя и сжег автомобиль. Обвиняемый написал явку с повинной, а также показал и рассказал, как он совершал преступление. В столице возбуждено уголовное дело по факту гибели молодого человека в минувшее воскресенье у кафе на 1-й Тверской Янской улице. Во время пьяной драки одному из участников был причинен тяжкий вред здоровью, в результате чего он скончался на месте. По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний житель Москвы, с ним проводятся необходимые следственные действия. На этой неделе завершено расследование в отношении бывшего заместителя начальника управления ТГУЭППК МВД России Дмитрия Захарченко по трем эпизодам преступлений. Он обвиняется в получении двух взяток и воспрепятствовании предварительному следствию. Расследование других эпизодов взяток продолжается. По решению суда насчет казначейства России перечислены более 9 миллиардов рублей из имущества Захарченко, которое подлежало обращению в доход государства. 20 миллионов рублей требовали похитители за освобождение владельца агрохолдинга «Орловская Нива». Правоохранители оперативно установили местонахождение похищенного предпринимателя и задержали подозреваемых. Сейчас с ними работают следователи. КОНЕЦ Продолжение следует...